Добрый вечер, дорогие телезрители! 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 поступает на станцию биологической очистки. И справа то, что черпали из резервуара, это на выходе, в таком состоянии она идет в реку на сброс. Почувствуйте разницу, что называется. Получается так, что один из нас поинтересовался все-таки снижением качества поставляемой воды. Давайте мы все-таки к сезонным явлениям. Кроме охоты, еще раз говорю, ледоход, паводок, которые неименуемо в силу объективных причин природного характера, конечно же, сказываются на качестве поставляемой воды. Вот те устройства вашего предприятия, которые я упомянул в сюжете, с 1972 года, постройки, были приняты в эксплуатацию в 1972 году, они в полной ли мере обеспечивают тот надлежащий качество воды, поставляемой для потребления горожанами? Ну, во-первых, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемый Дмитрий. Ну, если говорить в общем о водоканале, я хочу начать с небольшого исторического экскурса. Да, ну, любимый строительство. Если можно. Значит, вообще город был где-то около 100 тысяч человек, и вот тогда остро стал вопрос о строительстве водозаборных сооружений. Это в каком году? Это конец 60-х, начало 70-х годов. И стал вопрос, значит, все-таки где строить водозабор? Значит, вот эта комиссия определила 7 мест. И в том числе, вот самые основные, даже на острове думали, что возможно строительство водозаборных сооружений. Но определили два места, вот, ключевых. Это поселок Табага, поскольку, значит, там не меняется русло никогда, никогда не наносится песок, значит, скальные породы, и вот, значит, стакан водозабора. Оттуда, значит, строительство. Но я чуть попозже о Табагинском водозаборе расскажу. Ну, остановились на Даркалахском. Даркалахский водозабор, чем интересен и привлек эту комиссию? Тем, что эта территория практически не затапливается. Удобно, значит, но единственное минус большой, он находится ниже по течению, значит, чем город. Тем, чем город, да. Вот эти все ривневые стоки, значит, дождевые стоки, они, значит, сбрасываются, ну, автоматически с города со всей площади и по течению приходят к нашему водозабору. Но, тем не менее, приняли решение, и в 69-м году для населения 100 тысяч человек был запроектирован водозабор Даркалаха. Производительность 40 тысяч кубометров, определите. 40 тысяч. Да, мы тут пометочку сделаем. 40 тысяч кубометров. 40 тысяч. Значит, и в 72-м году он был построен. Значит, построен и успешно запущен. Он тогда, значит, принимал очень активное участие. Мы тогда называем первый наш директор водоканала, это Корнаухов Александр Павлович, Царство Небесное. Очень такой деятельный, очень пробивной товарищ. И главный инженер был Кабанов Борис Васильевич, которых с нами сейчас нет, к сожалению. Значит, ну и вот этот водозабор существовал до определенного времени. Население города растет, значит, и стал очень большой дефицит. Значит, мы тогда были муниципальным предприятием, и мэр города или исполнительный орган дал поручение, чтобы как-то реконструировать, чтобы ликвидировать дефицит воды на этом водозаборе. Значит, опять же, если новые строят в табаке, очень дорого. Здесь не очень хорошая площадка, но заставили все-таки водоканал своими силами расширить водозабор. И своими силами работники водоканала довели без проекта водозабор производительностью до 60 тысяч. Ну, вроде бы все успокоило. То есть полтора раза повысили мощность водозабора, причем делали это методом кулибинок, да? Да, так точно. Ну, кулибины хорошие. Значит, и вот в последнее время, значит, действительно стал город разросся. Мы считаем до сегодняшнего времени, по переписи населения, где-то 300 тысяч человек. Это хороший средний город Европы. Значит, мы считаем, что вот Липецк, вот эти вот города, они вот Тамбов, там вот все похожи. Мы считали, что это у нас маленький город, но на самом деле достаточно серьезный, тем более на вечной мерзоте. И стал вопрос все-таки, надо расширять. Денежных средств нет. И вот водоканал опять же принял решение, чтобы ликвидировать дефицит. А потребление воды, значит, максимальный разбор, максимум часы, это доходит до 80 тысяч. Значит, проектное 60, это вот то, что можно выжать это по максимуму. Значит, требуется 80, значит, тогда приняли решение поставить плавучую насосную станцию прямо на реку. Значит, оборудование точно такое же, как на водозаборе. Четыре насоса по 1200 кубометров каждый. И электрооборудование тоже такое же. Значит, и убирается это плавучее насосное только тогда, когда начинается ледоход. Подсоединена трубопроводом к водозаборным сооружениям и, значит, и качает прямо напрямую на резвары чистой воды. Вот таким образом начали гасить этот дефицит. Значит, но, тем не менее, воды опять же не хватает. В городе появилась необходимость, население, значит, неблагоустроенное жилье сносится, строятся высотные дома, видите, город хорошеет. И вот в 2000, допустим, в 2010 до 2015 года мы подавали до 100 тысяч кубометров. У нас на водозаборе счетчики стоят и, значит, четко показывают, что... И вот максимум разбора, это 31 декабря на 1-е, максимум разбора 100 тысяч кубометров. Воды катастрофически не хватает, по-видимому, народ готовится к Новому году, трубопроводы идут вплоть до замерзания. То есть, ну, не хватает воды. И, значит, тогда, и вот, когда началась кампания, значит, энергосбережения, начали устанавливать счетчики. И вода, потребление воды резко упало. То есть, вам какой-то буфер, да? Да, да. Спасительный, наверное. Можно сказать, и спасло. Ну, как бы, одна беда ушла, вторая приходит. Значит, начинаются натягивать пески свыше по течению. И вот сейчас, вот вы обратили внимание, с нового острова образовался такой, ну, будем говорить, язык песка, который практически заслонил заход судов в речной порт и, соответственно, отсекает от русла реки питание нашего водозабора. Ну, тем не менее, правительство, министерство и наш уважаемый Илдархан приняло решение все-таки строить ковшовый водозабор. Значит, его прекратили, значит, строить в 2008 году, потому что финансирование закончилось. Здесь построили только четыре емкости по 5000 кубометров и станцию второго подъема. Ну, не решен вопрос дефицита и не решен вопрос очистки. И вот, когда мы начинаем поднимать воду свыше 80 тысяч кубометров, и вот те дрены, которые у нас работают в реке, они по проекту должны работать ламинарно. Ламинарно, что это такое? Это свободное течение, то есть спокойное, через фильтры, значит, вакуум на плюсы, так называется терминология, значит, вот этого движения воды. И вода, ну, во время паводка более-менее нормальная. Когда есть дефицит, то насосы начинают, как бы, вакуумировать, и с минусовой, допустим, минус 3 уже начинают с Илом засасывать вот эти все нечистоты. То есть Ил, песок, ветки всевозможные, и мы вот таким образом загоняем систему трубопроводов вот в такие вот некачественную воду, тем самым повышая и цветность, и мутность. Вот, но это говорит о том, что очистных сооружений нет у нас. На текущий момент. На текущий момент, да. И вот я сказал, что принято решение, заказчикам определили водоканал с 2014 года. Значит, нам дано было поручение, мы старые материалы собрали с СГХ, это при правительстве службы госзаказчика, это строительная фирма очень мощная, и ДСО, это при министерстве ЖКХ. То есть, был, этот проект был разделен на две части, и, значит, так получилось, что когда финансировали с федерального бюджета, допустим, получал с СГХ, денежные средства, и работали на водозаборе, республиканские ДСО. А потом финансирование закончилось, все это заглохло, документацию чуть ли не потеряли всю, значит, и мы ее восстановили в течение года, это были очень серьезные и приложены усилия нашими работниками водоканала, мы все восстановили, значит, но дано было задание, что проект уже старый, это водочистки, давайте, делайте новый проект. И мы в течение полутора лет занимались только проектированием. Проектированием, очень современная водоочистка, госэкспертизу проходили в городе Москве, поскольку объект считается уникальным, поскольку заглубленность котлована, ковша со станции первого подъема превышает более 15 метров, у нас 18, в частности, наш водозабор. Это уникальное сооружение, я должен отметить, что такой проект выполняется единственный не только в России, может быть, даже в мире, потому что такого объема строительства по водоочистке нигде нет. По этому там израильтяне работают? Нет, нет, значит, это не говорит, кто там выбирает или не выбирает подрядчик, это, значит, был тендер, очень серьезный тендер, международный тендер, и, значит, выиграла фирма, претендовала очень много, и французы были, и наши российские подрядчики, значит, выиграла эта фирма, поскольку у них есть опыт строительства, они строили, значит, в Санкт-Петербурге и то ли Ульяновск, то ли еще какой-то город, Самара, что ли. Вот. Мы поехали посмотрели, посмотрели отзывы их строительства, нам очень это понравилось. И они согласились с тем, что вот финансирование такое, значит, 2 миллиарда рублей Республика Саха взяла у Европейского банка развития и реконструкции. Но Банк развития и реконструкция, потому что был опыт уже в Республике этого банка работы, они работали с ГУП ЖКХ очень успешно, и поэтому мы долго, как бы, кредитные все-таки денежные средства, очень боязненно к этому делу относились, но правительство приняло решение, Водоканал, давайте вперед, мы вас поддержим. Значит, 2 миллиарда нам было выделено, вот мы видели, объекты заканчиваем ковш, эти средства будут израсходованы где-то в конце августа месяца. Ковшовый водозабор со станции первого подъема будет уже готов к запуску вот в августе месяце, в конце августа. То есть до августа нужно изыскать вот те средства, которые... Вторую половину. Вторую половину, которую Республика взяла на себя обязательства со финансированием данного объекта. Да, да. Вот Европейский банк развития, он поставил условия, мы 50% даем финансирование, но чтобы объект четко был закончен и какой-то был эффект, а эффект это очистка воды доведена до Санпиновской, чтобы, значит, город, столичный город на вечной мерзоте пил чистую воду и, соответственно, гости. И софинансирование должно быть республиканское. Мы побаиваемся и побаивались, что сейчас химикаревские деньги закончатся, а что дальше? Вроде бы и объект уже вот-вот-вот на подходе. Но нас, значит, правительство, ну и первый заместитель, в частности, Клодезников Алексей Засимович и наш уважаемый Илдархан Егоров Анатольевич, нам сказали, что не переживайте, работайте, генподрядчик Тахал, значит, темпы не сбавляет, денежные средства найдутся, объект будет закончен и вовремя. И вот, значит, хочу здесь сказать о Тахале, что это вот разогнали эту стройку до того, что если, не дай бог, какой-то, значит, срыв будет, то все, стройка остановится. Ее останавливать ни в коем случае нельзя. Тем более водоочистку. Это вот уникальный, уникальный. Вот просто вы не представляете, мне вот посчастливилось, как одному из директоров, значит, было очень много, начиная с 80-х годов, вот очистку должны были строить. Я историю тоже немножко скажу. Так, Николай Васильевич, давайте мы и другим историческим, и вообще к блоку моих вопросов и так далее перейдем сразу после рекламной паузы, которая, ну, опять же, как и сезон весенней охоты, как и мутная вода, ну, я надеюсь, следующей весной будем пить уже чистую. Реклама прямо сейчас. Мы, друзья, продолжаем программу «Один из нас», где я, Дмитрий Аргунов, узурпировал право задавать от лица своих друзей, товарищей, вопросы генеральному директору акционерного общества «Водоканал» Николаю Жесткову, которому напомнили во время рекламной паузы, скажем, я заранее обещал Николаю Васильевичу, что не будет никаких там фокусов, типа, давайте кран откроем, воды выпьем и так далее. Хотя во время вот этого экскурса я убедился, что, в принципе, подается вода нормальная. Никаких там взвесей вот этих и так далее, и так далее я не наблюдал, по крайней мере, открывая тот кран, который мне показывают. А также первый блок мы закончили на том, что строящийся водозабор, водоочистные сооружения, это уникальный не только на территории Дальнего Востока России, не только в России, но и по всему миру объект, который жизненно важен для обеспечения административного центра столицы нашей республики качественной питьевой водой. И давайте мы все-таки сроки уточним, когда при благоприятных стечениях обстоятельств новый водозабор вступит в строй. Ну, чтобы для понимания, проект разделен на две части. Как вы обратили внимание, это ковшовый водозабор, это со станции первого подъема, и сама водоочистная. Водоочистная – это завод по очистке воды. Значит, вот где мы смотрели с вами ковшовый водозабор, мы его планируем закончить в конце августа месяца. То есть он будет готов, но пока, значит, качать не сможет, потому что нет водоочистки. Сейчас идет оборудование полностью и для станции первого подъема, и для завода. То есть это фильтра, это, значит, автоматика там и так далее, и так далее. Ее планируем запустить в середине 2018 года. Но постараемся вот к этому времени, чтобы испытать ее на паводке. На паводке, да. То есть чуть-чуть раньше срока сдать, чтобы… Ну, если вот денежные средства поступили бы пораньше, мы бы раскрутили и запустили бы даже в мае. Конечно, любая стройка – это наличие финансирования, в первую очередь. Конечно, конечно. В первую очередь. Есть деньги, есть работа. Есть стройка, идет стройка, вернее, объект будет сдан вовремя и так далее. Тем более с таким генподрядчиком. Мне очень приятно работать с таким генподрядчиком. С теми, которые работают на объекте. Николай Васильевич, напоминаю также, что вы обещали жить на водозаборе во время цикла строительства данного объекта. А кто-то проверял, что я живу там или нет? Ну, по крайней мере, я вас вчера нашел там. Да, ну, по крайней мере, я честно скажу, что вот когда мы строили первую, так сказать, очередь, это вот емкости и станцию второго подъема, генподрядчик был «Востоктехмонтаж». Это была катастрофа, надо сказать. И я думал, что строительство вот этого ковша и водочистки будет то же самое. И я всем телезрителям и в прессе обещал, что я там буду жить. Да, я там поставил вагончик. И есть такое выражение, я вот смотрел на муравейник, там ни планерок, ни каких-то там совещаний. Все работают и никто никого не подгоняет и работа идет. Так и сейчас вот здесь. Там нет необходимости ночевать и дневать. Я каждый день там бываю, я каждый день там встречаюсь с прорабами, генподрядчиками. Никаких вопросов нет. Все работают без какой-либо указки. Это особенность, наверное, не наших подрядчиков. Ну, надо сказать, что там есть и подрядчики российские. Ну, я имею в виду на суп-подряде. Там интернационал какой-то. Да, там, значит, самые главные организаторские способности. И надо отдать, я фамилию назову Шильман, это еврейская фамилия, Шильман Валерий Маркович, который руководит. Он, не сказать, что он так часто здесь бывает, он и другие объекты ведет по России, ну, более мелкие. Но, по крайней мере, все движется. Как муравейник, вот это действительно как муравейник. И поэтому, значит, я извиняюсь, но я бы с удовольствием там жил, но там нет необходимости. Ну, там помыться, там река ряда. Ну, вакончик есть у меня, он оборудован. Я его видел, да. Там все у меня есть. Николай Васильевич, вчера вот показывали четыре резервуара больших, да? Резервуар чистой воды. И вы говорили, что они служат как аккумуляторами воды во время вот циклов. Давайте мы посуточно. Очень иллюстративно было, когда вы расписывали прям посуточно потребление воды. Давайте, вот утро начинается с 6 утра, и люди открывают. Да, ну, день начинается с утра, с 6 часов. Ну, может быть, жители по городу обратили внимание, что вот на улице Богдана Чижика, 19, есть две емкости, 3 тысячи и 5 тысяч. Значит, улица Каландарашвили, Лермонтово, там тоже две емкости у нас стоят. На Борисовке, на улице Жарницкого. То есть это очень огромные аккумуляторы, так называемые резервуары чистой воды. И вот когда люди просыпаются утром, мы напрямую своими насосами, такое количество воды, это идет максимальный, можно сказать, водоразбор. Кто-то помыться, кто-то душ принять, кто-то завтрак готовит, кто-то чай готовит там и так далее. И у нас резко уходит вода. Вот эти емкости, так называемые резервуары чистой воды, они начинают у нас опорожняться немного. Значит, как только этот процесс закончился, все на работу вроде бы побежали, она как-то стабилизировалась. Обед начинается, то же самое. Значит, к вечеру опять, вот здесь тоже опять идет максимальный разбор, и у нас остается практически только пожарный запас. И вот как только часов 23 часа, 23.30, все это прекращается, мытье там, питье, чай пить и так далее. Вот здесь начинается наша работа. То есть мы эти аккумуляторы опять наполняем, и к утру они опять полные. Вот такая задача. Мы работаем круглые сутки, и не дай бог что-то случится, я называю, что наше предприятие это полувоенное. Любой звонок, мы на любой звонок реагируем, особенно в зимнее время. Мы очень четко отстеживаем давление по трассам, давление, значит, на конечных точках, и то же самое зимой температурный режим. Для нас понижение температуры на 0,1 градус, это для нас катастрофа. Да, реагируем мгновенно. Водопроводчикам классического образца, да, можно взять вот так, который выходит из люка, из люка выходит тем же липецким, да, можно позавидовать. Потому что у них все коммуникации где-то спрятаны, они относительно, скажем так, в традиционных условиях работают. Наши условия, они разительно отличаются от того же, от той же Тюмени, да. И вот это как накладывает свой отпечаток то, что город кишками наружу? Значит, вот вы правильно заметили, что в других городах, там и работают по-другому. Значит, там нет аварийных бригад суточных, работают до 17 часов. Отработал, авария произошла, сделал, не сделал, у них закон в 17 часов, потому что я там знаю их порядки. Поскольку я практически директоров всех городов наших, российских, практически всех знаю. Знаю, кто как работает, и мы некоторый опыт там, значит, перенимали. И, значит, у них 17 часов, это закон. У нас работают круглые сутки, и особенно в зимнее время. Не дай бог какая-то авария случается, ну, у нас, можно сказать, герои. По пояс в воде может, значит, работать до тех пор, пока руки каменеют, они все равно гайки слесаря наши крутят. До тех пор, пока не устранят аварию. Это удивительный народ, вот честно говорю. Вы вчера упомянули, что когда вы пришли на предприятие, там люди по пояс, пардон. В фекальных водах. В фекальных водах, да, работали. Сейчас это современные, модернизированные, полуавтоматизированные, я бы сказал, даже предприятия. Которые, ну, являются, безусловно, одним из флагманов коммунальной отрасли. Какова средняя зарплата в вашем предприятии? Значит, у нас заработная плата 54 тысячи 100 рублей. Это усреднено? Это средняя зарплата. Как средняя по республике 52 тысячи. То есть у нас выше на 2 тысячи. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Как-то неэтично, но все-таки. Много ли у вас представителей вот сахоязычного? Я удивился, кстати, приятно удивился, что больше половины лучше. 60 процентов. Да, примерно так же. 60 процентов сахо. Ну, это никак не влияет. Это мы не отбирали. Нет, я к тому, что и тенденция идет вот конкретно в инженерной специальности и так далее. И причем надо дать должное девушке. Вот абонентская служба, значит, договорная служба. Практически все у нас девушки с АХА. И инженерные работники ИТР, ребята. У нас же здесь в СВФУ есть факультет водоснабжения и водоотведения, где я являюсь тоже председателем экзаменационной комиссии по приеме дипломов. И мы там четко отстеживаем, особенно отличников. Мы их сразу, как только защитят дипломы, мы их к себе забираем. Вот куда деваются отличники в СВФУ. И причем все практику проходят, начиная с первого курса у нас в водоканале. Они все наши объекты знают, начиная с музея. Мы их там знакомим, фильм показываем. У нас в 3D есть исполнение, откуда вода идет, как забирается, как подается. Все под землей показано, как поднимается в дом, где смывается, куда течет, как очищается и как сбрасывается в реку Лену. То есть это мало того, что студенты. У нас сейчас и школьники ходят, и очень интересуются. Для нас это очень приятно, и мы горды. Это особая гордость должна быть. Николай Васильевич, одно из воспоминаний детства, это некие такие места единения, это колонки. Почему сеть водоколонок заметно уменьшилась процентов буквально на 30, если я не ошибусь? Ну, колонки, значит, во-первых, колонка это изобретение наше водоканала, потому что таких колонок, мы знаем, где тут в Красноярске еще они, но они своеобразные. Это электрическая колонка в зимнее время, она утеплена и подсоединена через трансформатор к электросети для того, чтобы в зимнее время не замерзало, особенно тогда, когда нет водоразбора. У нас по городу их было около 80 штук. Ну, надо понимать, что сейчас город благоустраивается, растут высотные дома, а где снос деревяшек, значит, там и нет необходимости их ставить. Значит, ну, есть проблемы, конечно, но мы решаем, значит, то не там поставили, значит, то мне не нужно здесь у частного сектора, говорят, уберите, потому что много машин. То, значит, ну, вот как-то, ну, сейчас вроде бы это в плану вроде бы все нормально, и их осталось где-то порядка 50 штук уже. Порядка 50 от 80. Я не ошиблюсь, я сказал 30 процентов, примерно так. То есть визуально, если ездить по городу и отслеживать. Я к чему вообще про колонки спрашиваю? Есть такой, ну, миф, не миф, народная легенда о том, что из колонки можно пить, а из-под крана в собственной квартире уже как бы нельзя. Нет, и на что-то опирается же, вот как раз пресловутые внутриквартальные сети и так далее. Но дело в том, что у нас очень четко отслеживает как наша химлаборатория, она тестована, ей доверять можно, так и лаборатория Роспотребнадзора. Где-то спорные вопросы, значит, ну, вы знаете, что мы обслуживаем магистральные водопроводы. Это водопроводы большого диаметра. Значит, от наших водопроводов идет на ТП вода с ТП до, значит, жилых домов уже в одной окажушке с тепловыми сетями горячей водопроводки. И вот здесь у нас на разделе границ, значит, и имущество разделено. То есть это или теплоэнергии, муптеплоэнергии, или, значит, якутская энергия. Ну, мы отвечаем за свою воду. Ну, и отвечаем, конечно, и за конечного потребителя, это из крана вода. Отвечаете или вас заставляют отвечать? Мы чисто по-человечески берем на себя это. Чисто по-человечески. То есть это шаг на встречу с вашей стороны? Да. Значит, и вот когда заканчивается поводок, у нас есть график промывки сетей, значит, и наших, и мы стараемся, значит, ну, совместить так, чтобы промыть и квартальные. Если какая-то управляющая компания, которая занимается, значит, обслуживанием домовых сетей, успевает с нами как-то согласовать все это дело, мы и им тоже помогаем промыть сети повышенной дозой хлора. То есть мы предупреждаем население, предупреждаем этот квартал, где, допустим, ночью будет промывка, и те дома, которые подпадают под повышенной промывкой хлора, чтобы воду не пили, а просто шла на сброс. И вот таким образом те квартала, получается, у нас более-менее чистая вода. В наших магистральных сетях практически после поводка, ну, а поводок заканчивается, мы считаем, что где-то в конце июня, июль, 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 август и так далее, идет у нас Санпиновская вода. Проскоки есть, да, внутри квартальных сетях и внутри домовых, но как-то вот мы хотим улучшить, но не получается. Со вводом очистных сооружений ситуация изменится кардинально? Я думаю, что да. Тут телезрители еще спрашивают, задавали только что, звонили, вопрос. Живут в Сайсарах, в частном секторе, видимо, воду привозят, на Сергея Ляхина, воду привозят на водовозке. У них говорят, гарантирован ли источник вот этого, откуда привозят водовозки? Значит, если водовозки... Станции разлива воды. Если водовозки заправлены с наших водобудок, то мы гарантируем. Но были случаи, что на базе, значит, водовозок мы видели, что в реке Лейне, чтобы не покупать у нас воду, дошли до такого, что не покупать воду, значит, бурят лунки, ставят насос мобильный такой и закачивают себе воду. Здесь мы не можем гарантировать, то ли, значит, и точно так же не можем гарантировать, если вода, эта водовозка заправлена где-то в частном секторе с несанкционированных водопроводов. То есть надо уточнить у самого поставщика, где он билет, ну, потребовать соответственно... Те водовозки, которые, значит, за нами, с нами работают, они перед тем, как с нами работать, мы их проверяем, значит, делаем обеззаражение, значит, самих емкостей и четко отстеживаем. Конечно, мы вначале пошли по очень строгому пути, сказали, что водовозки должны быть только с заводскими бочками, вот, емкостями. Не самопальные. Да, не самопальные. Ну, пошли разногласия, жалобы и так далее, ну, мы пошли навстречу, и этот спор урегулировали, и нормально. Еще вопрос задают, я же сказал, узурпирую, я узурпирую. Ввод очистных сооружений, насколько, вот давайте перейдем к самому неприятному, может быть, для вас, может быть, интересует, но людей интересует. На тарифах на поставляемую воду, как отразится вот ввод очистных сооружений? Ну, надо понимать, сейчас тариф на воду у нас 44 рубля 3 копейки на воду, и этот тариф не субсидируется. То есть, население 100% само оплачивается. Значит, ну, надо понимать, что сооружения будут очень большие. Это ковш, это завод по очистке воды, там будут применяться очень дорогостоящие флакулянты, коагулянты. Значит, хлор или гипохлорид, мы перейдем на гипохлорид. Это очень дорогое удовольствие. Мы примерно прикидывали, стоимость воды будет больше 100 рублей. 100 рублей. Ну, если мы хотим жить хорошо, значит, надо за это и платить. Но мы не говорим, что население будет все 100% платить. Наверняка региональная энергетическая комиссия и правительство примет решение, что будет субсидироваться, как и стоки водоотведения. Там субсидируется из государства. Потому что, ну, 110-120 рублей один куб, ну, достаточно дорогое. Даже с мерками, допустим, по меркам Санкт-Петербурга, Москвы, достаточно очень дорогое удовольствие. Там сколько платят? Цена? Да. Но я не могу сказать. Вы понимаете, цена складывается каким образом? От всех затрат на предприятии, какие есть. Но это не мы устанавливаем. Это все проверяется под пошагово региональной энергетической комиссией на объем поставляемой воды. То есть забираемой воды и поставляемой ее в город. Вот из чего складывается. Если посмотреть, у нас всего 100 тысяч производительность будет. Ну, мы будем там подавать 80 тысяч. А в Москве, допустим, там подается до 5 миллионов. Ну, правда, там и население побольше. Но там тоже субсидируется. Ясно. То есть рынок там просто больше получается. Да. Перед завершением второго блока очень сжато. Вот вы говорили, что город разрастается и так далее. А существующие сети, они насколько пропорционально увеличиваются тоже? То есть насколько хватит существующих сетей для расширения города? Значит, ну, мы это не бросаем как бы без внимания. Потому что, ну, здесь надо тонко подойти к этому делу. Потому что у нас есть, кроме того, что мы финансируемся вот за счет тарифов за население, мы еще получаем денежные средства за так называемый техпресс. Это вот новые дома строятся. Значит, строители нам платят за это денежные средства. Но они, это как бы отдельные. И у нас есть инвестиционная программа, где расписано, какие объекты мы должны выполнить. Это целевая программа, где программа утверждена и тоже пошагово проверена городской думой. И эту программу вот у нас в этом году запланировано будет проверять счетная палата по заданию Илтумена. Давайте мы перейдем сразу, опять же, после рекламной паузы. Это уже вторая рекламная пауза во время нашей программы «Один из нас». Один из нас интересуется качеством питьевой воды у генерального директора АО «Водоканал» Николая Жаскова. И третий блок, завершающий блок программы «Один из нас». Сегодня наш гость, генеральный директор АО «Водоканал» Николай Жасков. И давайте докончим мысль. Все-таки существующие сети, насколько, каков запас прочности, мощности, чтобы разрастающиеся новые кварталы присоединять? Ну, мы гарантируем, мы отслеживаем, значит, прохождение водопотока по трубопроводам, отслеживаем диаметры. И, значит, когда выдаем технические условия на те или иные новые застройки, мы ориентируемся и перекладываем сети. Развитие города планируется это на юг, где, значит, в залоге мы сейчас проектируем пятый водоузел, так называемый, и обеспечим этим водоузлом потребление воды, это вот в сторону ипподрома, понимаете, да, где вот по улице Автодорожной в сторону, значит, 11 микрорайона, так называемый, где кран-сервис, вот это вот антенное поле, вот вся застройка туда пойдет. Здесь, в городе, мы практически всех обеспечили, значит, нормальными трубопроводами, стальные сейчас меняем на пластиковые, более современные. И надо отдать должное, вот с вводом Ягресс-2, которая, значит, на горе построилась, мы их, будем говорить, помощью за тех пресс, мы построили в этом году 14 километров трубопровода. Это 500 миллиметров, 600 миллиметров и 300 миллиметров, это вот в сторону Борисовки-3, так называемые. Очень коротко, сколько ваше предприятие потратило на модернизацию сетей в прошлом году? На модернизацию сетей мы потратили 80 миллионов рублей. 80 миллионов. Каков размер неплатежей водоканала, потребителей водоканала? С населением. Значит, ну я... Это и юрики могут быть, это и население. Да, я, так сказать, разделю их. Общая задолженность, которая сложилась за 10 лет, 600 миллионов рублей. Из них 400 населения, я могу назвать злостных неплательщиков, управляющих компанией. Это Гагаринский, Центральный, значит, Рассвет, 202-й микрорайон, значит, Портовской, ну и так далее. И будем говорить, что мы содержим предприятия, такие как МУП Теплоэнергия, не платит нам тот же Жилкомсервис, ГУП ЖКХ. Это большие злостные неплательщики. Судимся, ну вот как-то выживаем. И один из аспектов, да, ну раз мы сегодня говорим о сантехниках, был такой миф. Город, мол, черпает воду там, где сбрасываются стоки. Ну, я сам видел, что вот и в сюжете нашем прозвучало, что в двух километрах это происходит. Но все-таки стоки, это еще тоже ваша, еще одна головная боль, да? Нет, не головная. Не головная. Почему? Мы отрабатываем как положено. Технологически. Да, технологически. И не боимся никаких, как бы, там, что имеется, может произойти какое-то заражение там и так далее. Вы видели водозабор, да, он находится ниже по течению реки. Но сам выпуск очистных сооружений по канализации, он находится полтора километра ниже. Вот когда были механические очистные сооружения, вот старые, вот мы видели, тогда, конечно, было нарушение. Эти очистные сооружения были производительностью 50 тысяч кубометров, принимали 70. Очищали механических только 50 тысяч, а 20 сбрасывали прям вот то, что вот, как бы, пришло из города, нечистоты, так и сбрасывали их. Плюс еще фекальные воды добавляли. Это машины, которые на стивной станции никакой обработки не было. Значит, сливали в лоток и напрямую уходило в Лену. Вот тогда, конечно, и страдали жители поселка Жатай и где-то аукалось и на поселке, на городе Намцы. Даже приезжали жители, значит, были разборки такие серьезные. Сейчас, когда мы, значит, эксплуатируем вот эти МОБТЭКС-ки биологические очистные сооружения, видели, как они работают. Они работают на 100% эффективно. Значит, Росприроднадзор нас проверяет ежеквартально, чуть ли не ежеквартально. Значит, сбоев практически нет. Плюс к тому, что мы еще эти воды и обеззараживаем ультрафиолетом. Значит, и у нас ежемесячно идет мониторинг выше по течению реки на километр и ниже по течению километр. Вода никаких отклонений по нормативам не имеет. Поэтому здесь боязни никакой нет. Абсолютно ложу голову на... Мощность станции биологической очистки какова? Проектная, значит, 95 тысяч кубов. Ну, а сейчас, значит, порядка... Задействовано. Порядка 70 тысяч кубометров. Плюс еще мы буквально вот три месяца назад получили в свое ведение это сливную станцию, где фекальные машины сливаются. И оттуда, значит, мы добавляем на свои объекты еще порядка 10 тысяч кубометров. Хорошо. Как вы сказали, вот фекальный вопрос не является такой критической точкой, как казалось бы. Конечно, еще раз, люди открывают кран, во время паводка получают мутную воду, есть недовольные... Никак не связано, да. Да, нет. Я говорю, вот вода из-под крана, это может быть каким-то, я не знаю, камнем преткновения может быть, да, между горожанами и так далее. Но нужно сейчас еще раз заложить такую, с обводом очистных вот этих новых сооружений, качество, ну, полгода потерпеть, пока вот эти внутриквартальные сети пройдут достаточную, скажем так, степень по новой подаче, и все будет, ну, как у нас говорится, и чугает, да. И я еще вчера пару нюансов заметил, вот та на 33 мегаватта котельная, да, вы говорили, что подаете воду в подогретом виде, чтобы в самые критические морозы не промерзало нигде, то есть там на воинскую, там на ДСК и так далее, и так далее. Вот насколько вы сэкономили, не выиграли от ТЭЦ, получается? Да, вы очень внимательны. Значит, да, мы очень дорогое тепло получали от ГРЭС-1 и как-то пытались договорить, поскольку мы понимаем, что это вторичное тепло от ГРЭС-2, то есть утилизированное тепло. Говорим, давайте нам уменьшить тариф на тепло для того, чтобы мы подогревали холодную воду. Единственный город в мире, который подогревает холодную воду. Где-то рассказываешь на совещаниях, диву дается, как вы, якутяне, холодную воду подогреваете зимой. Говорим, вот так вот, чтобы не замерзло. И мы удивляемся, как у вас в такие минус 60 градусов еще по трубам течет вода. Да, мы, значит, просчитали со своими инженерами, производственной службой и приняли решение. Это дорогое удовольствие для нас тогда было, это лет 8 назад. Мы построили котельную, 33 мегаватта, 3 котла по 11 мегаватт. Исполнение, значит, технологии севера. Висмановские, германские котлы, очень эффективные, очень высокий КПД. И, значит, сэкономили. Мы в течение трех лет окупили это. И сейчас никаких вообще проблем не знаем. И нам удобно на счет тем, что, допустим, тепловики жмут по полной программе до сегодняшних дней. А мы ее отключили уже месяц назад. Потому что не нужно нам тепло. То есть мы уже знаем, что температура в реке начала вода подниматься. Температура чуть-чуть начала подниматься. Нам ее подогревать не надо. Мы, когда хотим, тогда тепло и остановим. То есть это, ну, как бы, вот, руль в наших руках. И мы от тепла... То есть вы на кнопочке и сидите. Да, да. То есть это все свое. Это не только мы, как бы, вот, тепло на водозаборе таким образом экономим. Мы еще и на четвертом водоузле сделали свои газотурбины, где вырабатываем электроэнергию и свое тепло тоже котельное. Тоже много экономим. Ну, у нас, конечно, есть разногласия с Якутской Энерго. Тем более они построили сейчас ЕГРЭС-2 и говорят, давайте все переключайте, нам нужны потребители. А здесь вот водоканал экономит. Это нечестно. То есть даже такие моменты есть, когда два хозяйственных субъекта говорят, а давайте переходим к старости. Ну, нормально, мы договариваемся. Договаривайте. Хорошо. У нас эфир уже близится к завершению. И в завершении хотелось бы все-таки еще раз подытожить. Речь сегодня не шла о том, как злой Жестков приходит на водозабор, поставляет там мешок с мусором, чтобы вода шла помутнее и так далее. На самом деле, объективно, объективно, с 72-го года постройки, я более чем как горожанин, как гражданин, как человек, недоучившийся, может, на инженера, я точно верю, что с обводом вот этого гигантского сооружения, гигантского для нашего города сооружения водоочистной станции, горожане наконец-то смогут, открыв краны, без всяких фильтров, подложить стакан крана, выпить это дело и начать с доброй улыбки каждое утро. Я думаю, это вполне реально, и видя, насколько ваши коллеги, ваши сотрудники вкладывают душу в свое дело, да, и вот упомянули вчера, что по пояс в сточных водах там и так далее, и так далее, сегодня я видел полные автоматизированные диспетчеризированные пункты, я видел вот то, даже вот кулибины, которые приладили вот фильтры грубой очистки к существующим схемам набора воды, это же тоже достойно похвалу, и пусть побольше вот этих кулибинов будет у вас предприятий, пусть побольше квалифицированных специалистов будет, и на самом деле горожанам нужно всем немножко-немножко еще потерпеть, я еще раз говорю, решение этого вопроса уже в таком обозримом будущем, и начиная со следующего года, наверное, мы получим мягкую воду водоканала. Увидимся.